Новые жертвы трезвых водителей, которые ведут себя как настоящие вымогатели. Татьяна Рейнольдс несколько лет жила в Англии, права у нее английские, а вернувшись в Нижний Новгород, ей потребовалось забрать машину из автосервиса. С английскими правами она ехать не решилась, нашла в интернете сайт с предложением «трезвый водитель». Договорил с диспетчером о том, что сумма за перегон на расстоянии примерно километров в 10 – 2-3 тысячи рублей. Но, когда водитель привез Татьяну на ее автомобиле к месту назначения, то он потребовал с нее сумму втрое большую – 9 тысяч. К возмущению трезвый водитель оказался готов. Сразу же к машине подлетел второй подельник. Нарисовался около моего окна высокий такой детина двухметровый, крупный. Вот, окно было у меня открыто. И сказал, ну вы платите. В общем, я сказала, нет, я не буду платить такую сумму. Это совершенно нереальная цена. Я говорю, я из Хитруя до Лондона доезжаю ровно за эти деньги, за 9 тысяч рублей, то есть это 100 фунтов. Ну вы в России, а не в Англии, сказал. Мне стало смешно. Я тогда пытаюсь вырвать ключи от моей машины со своего сиденья, пассажира. Он перехватывает их у меня. Я вообще в шоке. Я выскакиваю из машины. Я говорю, сейчас я в полицию позвоню. Звоните, куда хотите. Они тоже выскатили рядом со мной. И вот в этот момент я успела сделать фотографию шофера Максима. Максим Морозов был за рулем. Он выхватывает у меня айфон. И они садят в свою машину. Вышибалы просто классические такие рестораны. Один двухметровый, вот такой крупный, даже сказать, жирный такой, мощный. Ну и второй примерно, чуть поменьше роста. Вот этот Максим Морозов. Ну тогда я не растерялась и стала простой женщиной кричать. Люди, помогите. Потому что там стояли люди, уже видят, что тут какая-то перепалка. И какой-то молодой человек начал звонить в полицию. У них вот так вот была дверка открыта. И чтобы они не уехали с моими телефонными ключами, я вот так встала и не давала им закрыть дверь и уехать. Они меня толкали, причем у меня даже синяк вот здесь вот. Они услышали, что я разговариваю по телефону с диспетчером, с полицией. Потому что я включила громкую связь, сообразила. И они мне вдруг говорят из машины, ну, плати три тысячи и получай свои ключи. Я думаю, что они, может быть, от моего вот такого, от моей такой реакции тоже несколько были в шоке. Потому что села в машину пожилая интеллигентная женщина, которая безропотно выложит деньги, столько, сколько они запросят. Вот. А тут такая реакция. Это раз. А потом они не хотели связываться с полицией. Вот и все. Трезвого водителя пострадавшая заказывал на сайте такси комфорт 52. Мы тоже туда позвонили, хотели получить комментарий. Но там сразу же бросили трубку. А после этого телефон диспетчера был вообще отключен. Более того, даже сайт закрыли. Где искать теперь этих водителей и вымогателей не ясно. А об этих людях мы уже рассказывали. Зимой их жертвой также стала девушка, которую они по точно такой же схеме ввели в заблуждение. А когда она отказалась отдавать им деньги, просто отняли у нее ключи. Девушка вызвала полицию, но эти водители уехали с ее ключами. Вот что они говорили ей по телефону. Верните, пожалуйста, мои ключи от машины. О чем с вами разговаривать? В смысле, о чем со мной разговаривать? Вы написали заявление на нас. Мы написали заявление на вас. Когда ты одумаешься и начнешь тебе врать, тогда мы с тобой поговорим. А когда ты мне будешь врать, я не буду с тобой разговаривать с твоей ложью, с твоим разговором. Мне ключи, пожалуйста, верните. Вы похитили у меня ключи. Когда успокоишься, позвонишь, одумаешься, водителям деньги вернешь. Когда уже лжать не будешь, тогда и поговорим. Еще полгода назад, как вы слышали, пострадавший написал на этих граждан заявление в полицию. В полицию нам тогда говорили, что проводят проверку. Прошло полгода, ключи от машины так и не вернули. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, возбуждение уголовного дела по этому случаю отказано. Прошло. Прошло.